8 миллионов голов овец и коз – это не предел. Сегодня в Ставрополе открылся Всероссийский форум овцеводов. Представители лучших отечественных хозяйств будут обсуждать проблемы животноводческого бизнеса. Мария Гнездилова побывала на форуме и узнала много интересного. Например, любят ли овцы шоколад. Овцеводы из Забайкалья, Республики Тува, Алтайского края, Хакасии, Поволжья, Южного и Северокавказского федеральных округов организовали в Ставрополе презентацию своих товаров. Здесь есть сверхточные весы для животных и научные книги, и даже корм для овец с шоколадным вкусом и запахом. Имеет приятный запах, животное активно ее используется. Запах такой карамельно-шоколадный. И овцам правда это нравится? Овцам это нравится, да. Многие экспонаты на выставке уникальны. Они производятся только в России и не имеют аналогов в мире. Овцеводы обсудили планы на ближайшую пятилетку. Уже к 2020 году необходимо увеличить поголовье скота до 8 миллионов. Есть наши разработки, например, пистолет для искусственного осеменения. Он уникальный, он один в мире, потому что только мы это делаем. Соответственно, тем самым облегчили работу в хозяйствах. В действительности очень сильно облегчили. Особое внимание на форуме уделили вопросу производства шерсти. Пока лидерами в этом направлении остается Казахстан, Туркменистан и Германия. А тем временем вот это наше, Ставропольское руно. Оно весит 12 килограмм и это более чем хороший показатель. Качество руна определяется так называемыми штапелями. Чем они длиннее и чем больше на них завитков, тем лучше. Лучшие животноводы страны обсудили госпрограмму развития сельского хозяйства и в частности распоряжение президента об увеличении объемов производства шерсти. Мы с вами гарантированно получим субсидии на производство тонкой и полутонкой шерсти при условии продажи ее предприятиям отечественной переработки. Госпрограмма рекомендует шить школьную форму и спецодежду из тканей исключительно отечественного производства, отказавшись от услуг импортных поставщиков. В планах Министерства сельского хозяйства создание в России трех крупных лабораторий по тестированию шерсти. Это должно улучшить качество отечественных производителей. Эти лаборатории нужны как селекционерам, так и при реализации и о будущем и организации биржевой торговли, вереносовой, полутонкорунной и других видов шерсти. Сейчас в крае производится 7 тысяч тонн руна в год. Это относительно немного. А до 2020-го этот показатель планируют увеличить почти до 14 тысяч тонн. Условия для успешного выполнения госпрограммы в регионе есть. Тем более практически все породы тонкорунных овец выведены на территории Ставрополья. На территории Ставропольского края самая была крупнейшая в России шерстиомонный комбинат. Затем мы уже перерабатывали в нить и предоставляли нашим уже ткацким фабрикам для изготовления одежды, пиджаков. То, что мы носим с вами. Армию мы одевали, практически полностью армию одевали. Да, она захромала, но сейчас это все восстанавливается, шерсть востребованная. Работа форума продлится два дня. За это время участники обсудят вопросы переработки мяса и импортозамещения.